На кухне по-настоящему жарко. Молодые кулинары трудятся в поте лица. Повара здесь словно художники. Вместо кисти – нож, а взамен холста – тарелки. С помощью своих инструментов будущие специалисты готовят настоящее гастрономическое произведение искусства. Для победы в направлении этнозакуска Дарья делает русскую уплетню. Девушка уверяет, такое блюдо может приготовить каждый. Это блюдо очень легко готовится, минут за 30-40. И оно составляет почти все ингредиенты, входящие, которые входят на русской кухне, на стол. Участники готовят закуски на любой вкус. На одном столе – блюда России, Грузии, Франции и Италии. На их приготовление молодым поварам дается всего 40 минут. Все это время судьи внимательно следят за работой кулинаров. Особое внимание уделяют соблюдению санитарных норм. За нарушения вычитают баллы. Баллы снижали за работу без перчаток подачи, конечно. То есть подача блюда, если блюдо проходит тепловую обработку, оно может готовиться без перчаток. Но когда подача, оформление, обязательно должен дом повар оформлять перчаткой. У одного участника было яйцо необработанное. Было видно, что это риск, это санитарные требования, это не допускается. Вкусный фестиваль кулинарного искусства проходит в Екатеринбурге в шестой раз. Мероприятие приурочено к Международному дню повара. Его участники – 100 молодых кулинаров из Свердловской и Тюменской областей, из Пермского края и даже из-за рубежа. В прошлом году у нас была команда из Грузии, нас поддерживала, приехала. В этом году у нас команда из Китая приехала, даже две команды из Китая. Ну и вот еще Узбекистан сегодня тоже у нас принимают участие, поэтому вот статус международного. Гости из Узбекистана делают ставку на национальный колорит. А главный козырь, говорят, фирменный плов, рецепт которого переходит от отца к сыну. Морковка, рис, особенно рис надо сорт есть такой. Особенно готовится с говядиной и бараниный жир. Ну собственно и этим славится там чесночки и мясо побольше. Но не только национальная самобытность, но и красота блюд – дело важное. Для гостей фестиваля проводят мастер-классы по карвингу. Это художественная резка по овощам и фруктам. Вот так красиво и вкусно соревнуются начинающие кулинары. Поэтому главное тут, говорят организаторы, не победа, а участие и обмен опытом и идеями.